Вот так мы пробираемся к кепрею, возле дороги стали и увидели полностью цветущее розовое сиреневое поле. Иван-чай цветет, ну или кепрей, мы так и так называем. И по высокой траве пробираемся. Мы пробираемся как в джунглях. Да, здесь как в джунглях, но оно того стоит. Вот они, вот они, цветки иван-чая. Отлично, сейчас мы собираем, будем сушить. И таких запасов хватит на целую зиму. Да, цветки будем отдельно сушить. Просто добавлять по вкусу к листкам. Да. Цветки отдельно будем сушить. А тут уже кто-то ходил, да, протоптан? Да. А зачем они тоже к кепре им ходили? Ну, не знаю. Больше нечего здесь соберутся. Можно здесь сделать. Аж пыль поднимается от вот этого растения. Не знаю, видно ли на кадре. Ну, можно уже начинать брать. Ну, все, давай. Работа начинается. Очень насыщенные листья, цветки. Я все-таки изловчусь, покажу вам, как я собираю сами цветки. Вот, к примеру, вот такой степель. И вот так вот. В общем-то, листья мы собираем по этому же способу. Вот. И отдельно сушим. И вот так минут 20 пособираем. И уже запасы готовы. Друзья, если честно, тут настолько густо растет кеприй. И он выше меня. Не в два раза, конечно, но намного выше меня. Тут можно и потеряться. Я уже потеряла своих напарников. Не знаю, где-то они там вдалеке бродят. Но, конечно, чая здесь полно. Так что, советую вам, если вы увидите... О, какие-то насекомые. Если вы увидите такое растение, вы знаете, что это не просто какой-то полевой цветок. Или что-то такое, что просто цветет и радует глаз. Нет, это еще можно использовать и пить чай. Потому что это и есть тот самый Иван-чай. Вот так выглядит в цветущем состоянии. И вот такой стебель. А листья, соответственно, вот так собираются. Вот так вот. Хоп. И захватываются. Собирать надо, пока он не запушился. Вот мне тут подсказывают, что собирать Иван-чай надо, пока он вот так вот светет, но еще не пушится. То есть пуха еще нет на нем. Вот в таком состоянии его собирать идеально. Когда он уже начинает, не знаю, давать пух, такой чай уже собирать лучше не стоит. Все-таки у меня вопрос возник. А почему, когда пушится, нельзя собирать? А уже полезные вещества все ушли на формирование плодов. А-а-а, ну то есть менее полезные, получается, пухи. Да, там уже считаются. Они не будут так формироваться. Ага. Ну хорошо, значит, мы в сезон попали. Мы находимся в Калужской области. И сейчас почти середина июля. Вот в это время он вот уже начинает свистеть, но еще не до конца. Видите, сверху? Пушистиков нету таких. Да, да, пуха нету. Вот пока что еще только цветет, только начинает. Так, а у меня есть еще один вопрос для интервью. А почему мы цветы собираем в отдельную кучку, а листья в отдельную? Почему нельзя вместе все? Ну потому что листья для красоты и для аромата. Их просто сушат, вернее цветы. А листочки мы еще будем ферментировать. То есть они сначала... А-а-а, то есть цветы не надо в духовку, в сушилку? Не надо, они так лучше смогут быть. Понятно, потому что да, листья мы сушим в духовке. А потом мы просто смешаем, у нас будет красиво все. Угу. А цветы для красоты и для аромата. Да, прям идеальные. Да, идеальный стволик. Вот так он вот так снимается. Оп. Покажи, как много. Быстро очень кипре и набираем. Ну где-то одну треть, чтобы оставить такой еще листочку. Вот так снимаем серединку. А внизу я наверху оставляю. Вот уже сколько набрали. Еще по пакету сейчас взяли. Ну а я занимаюсь цветами. Тоже уже достаточно. Еще стоит сказать, что неподалеку здесь источник с водой. Да, святой источник. Да. Ну то есть здесь подземные воды, поэтому вот растительность настолько обильная, настолько хороший, крепкий кипрей. Вот такие джунгли. Так, ну сколько мы по итогу насобирали? Получается, 4 пакета кипрея и пакет цветков, да? На сами сборы, вот, кстати, мы там собирали, да, уходили. Выглядит, конечно, так рядом все, но там пока проберешься. И если на сами сборы у нас ушло минут 15-20 максимум, то пока мы пробирались через эти джунгли, тут просто такой спуск и трава очень высокая, по 2 метра. Вот на это больше всего времени уходит. Ну и, конечно, наличие комаров, ово дней. Но оно того стоит. Дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем пока. И желаю вам пить вкусный чай. А еще лучше, если вы сами собрали этот вкусный чай. Иван-чай, всем советую.